Так это же карточка игры в кальмара! Это что означает, что будет еще одна игра? Кукла сказала, что вы играли нечестно в прошлый раз. Если будете еще раз хитрить, то будете уничтожены. Все говорящие друзья кусаются, когда вы не ставите им лайк. И я сейчас возьму и покусаю Ксюшу, потому что вы не ставите нам лайки. Прямо сейчас, за три секунды, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы говорящие друзья обнимались. Три, два, один, ноль, поставили, молодцы! Спасибо, что поставили лайк! Идите, я вас обниму! Бэка, что с тобой? Из-за тебя теперь нам придется... Ты не представляешь, что делать! Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы отправляемся к говорящим друзьям, они будут с нами разговаривать и, наверное, устроят нам какое-нибудь интересное приключение. Да! Пойдем-ка! Пойдем! Как вы помните, в прошлый раз к нам приходила игра кальмара и там у нас не совсем все гладко получилось. Привет, ребята! Привет! Я так рада вас видеть! Вы заметили, что все в хэллоуинском стиле. Вы заметили, заметили, появились цыковки. Пойдемте-ка я быстро вас отправлю, покажу новый интерьер. Вот так красиво стало! Летучие мыши, конфеты, с которыми можно играться. Бам-бам-бам! О-о-о-о! Как красиво! Это просто супер! Туалет хочу! Анжела, я знаю. Дай полюбоваться интерьером. Посмотрите, у нас какой бассейн стал крутой. Он бурлит. Все можно трогать, это классно. Анжела, подожди! Смотрите, смотрите на вот этот ящик. Он с ножками паука. Круто! Пойдемте-ка посмотрим на лужайку. Анжела, не ходи за мной, пожалуйста. Какая ванна стала клевая! Бульк-бульк! Вау! Это потрясно! Супер красиво! Обожаю хэллоуинский интерьер. Все так сияет, блестит. Анжела, подожди! Множество конфет, множество конфет. Сейчас, смотри, уже освобождаются. Вот! Ты довольна? Слава богу, не ходишь за мной. Давайте-ка перекусим. Эти свечи. Такая романтика просто обалденная. Какие классные десерты хэллоуинские! Это отпад. Я хочу купить все, к тому же у меня есть 300 рублей. Я даже не знаю, я хочу вот этот глаз. Хочу вот это, вот это, вот это. Ну и все, наверное, а там все остальное неинтересное. Вы, ребята, видите, какие у нас сегодня крутые блюда с вами? Это вам не шутки. Надеюсь, все с вами будет в порядке и вы ни в кого не превратитесь. Давайте начнем с глаз. Смотрите, смотрите, смотрите. Хорошо, все, да, прошло? Нормально. Ну, я рада. Так. Так, леденец. О, он был горяченький. Давайте вот эту тыковку попробуем скормить Бекки. Ой! Бекка, ну это хотя бы было вкусно? Невероятно вкусно! Необычно, да? Мне очень понравилось. Ну, вы, надеюсь, наелись? Наелись. Все, да, наелись. Пойдемте отправимся, знаете, куда? В розовый душ. Эй, что с водой? В розовую ванну. Я надеюсь, Бекка ничего не будет. Бекка, не бойся, все нормально. Моя шерсть не испортится. Это просто хэллоуинское оформление. Нет, ничего не будет с твоей шерсткой. Я тебя бросаю на счет три. Раз, два, три. Вау, нормально? Отлично, хорошо. Итак, наверняка в магазине появилось что-нибудь тоже хэллоуинское. Давайте поедем посмотрим. Я смогу задуть эту свечку? Нет. Давайте-ка поедем. Магазинчик. Там должно быть классно. По-любому найдем что-нибудь классное хэллоуинское. Я хочу магазин. Бекка, мойся скорее. Тебя одну ждем. Соберем пока вот эти штуки. Давай, иди собирай. Помидоры. Помидоры, ну что-то помидоры, помидорами, конечно. Но у нас есть покруче еда сегодня. И я рада, что мы ее хотя бы чуть-чуть попробовали. Кстати, бардак вот этот вписывается в атмосферу хэллоуина. Это точно. Бекка, ты скоро? Не хочу отсюда вылезать. Сначала не хотела залезать в эту ванну, а теперь такая. Я не хочу вылезать из нее. Обожаю всякие свечи. Вот это вот все. Все, едем в магазин, быстрееей. У нас там четыре поездки. Давайте раскрутим получше. Давайте раскрутим, чтобы у игры не было шанса нам дать что-то не то. Потому что мы сами будем ориентироваться. Так, так, так. Карточки, это классно. Еще какой-то там был заблокированный пакет. Мне нужно его срочно открыть. Давайте-ка еще раз. Еще карточки. Сыр нас не интересует. Деньги нас тоже не интересуют. Вау! Так это же карточка игры в кальмара. Это что означает, что будет еще одна игра? А какая будет игра? Я не знаю, какая будет игра. Но это означает точно, что к нам кто-то придет. Миллион процентов. Боже. А вдруг распорядитель придет? Ладно, забираем это все. Забираем. Уходим. Пойдемте-ка посмотрим, что нам попалось. Тут вроде никого еще нет. Никто к нам не пришел, слава богу. Потому что это стрёмно. Так, карточки, карточки, карточки. Давайте раскладывать скорее. Дубликаты. Что я так радуюсь дубликатом? Я не знаю. Какие-то новые, мне кажется. Может, хэллоуинские? Дубликат, дубликат. Новинка! Это та самая новинка, которая стоила 4 тысячи. И я за ней охотилась очень-очень-очень долго. Это единственная часть, которой мне не хватало до картинки. Сейчас мы ее откроем. Так, так, так. Дубликаты, дубликаты, дубликаты. Ну ладно, ладно. Главное, попалась хотя бы одна. Точно знаю. Дубликат. Зачем такая вот атмосфера? Как будто же не попадется крутой. Такая музыка. И там дубликат. Новинка! Отлично! Идем в альбом. Вот она, эта недостающая часть. Видите? Сейчас я ее вставлю. Оп! У нас новый ремонт. Автобус с цветочками. Попробуем. И вот это у нас осталось. Но тут картинка вообще не собирается. Ну и ладно. Зато у нас новый автобус. Пойдемте посмотрим на него. Та-да-дам! Он такой стал веселенький. Позитивненький. Это прикольно. Ребят, вы слышите? К нам кто-то идет. Кажется, я знаю, кто это. Слышите эту песню? Приветствую вас, игроки. Здравствуйте. Кукла сказала, что вы играли нечестно в прошлый раз. В смысле мы играли нечестно? Все, мы играли честно. У нас есть запись этого видео. Если будете еще раз хитрить, то будете уничтожены. Стоп! Мы вообще не собирались с вами играть изначально. Она сама к нам пришла и говорит, давайте играть, давайте играть. Но мы и сыграли, так как играют монстры. Сегодня будет еще одна игра. Играйте честно, иначе мы вас накажем. Нас накажете? Нас? А что, не можете придумать что-то другое? Мы придумали новую игру. Будете играть. Хорошо, мы с вами сыграем. Отлично. Да легко. Не вопрос. Скоро игра будет подготовлена, и мы вернемся. Готовьте тогда нам новое задание. Я лично проконтролирую все. Хорошо, все будет под вашим присмотром. Нам абсолютно не страшно, да. До встречи. До свидания. О боже, жесть. Они нам приготовили сейчас новое задание, и мы должны будем как-то с этим совсем справиться. Ну вот как? Так, я надеюсь, там не сильно будет сложно. Я надеюсь, что это будет задание не перетягивания каната монстр против монстров. Так, вы что, все спать захотели? Вы как не вовремя. Хотя да, давайте-ка поспим, потому что у нас намечается игра в кальмаров, которую нельзя проигрывать. Ни в коем случае. Давайте, вырубайтесь. Я слышала, что там появились хэллоуинские десерты. Можно попробовать их, Ксюша? Да, да, конечно, можно. Мы все захотели десертов. Ничего себе, да-да-да, сейчас все будет. Все, кроме Бена. Все, кроме Бена, но достаточно. Ладно, Бен тоже, если что, присоединяйся к нам. У нас там реально крутые десерты. Может, вас бананами покормить? Ладно, угощу вас чем-нибудь хэллоуинским. Вот такой. Два, три, четыре, пять. Па-бам! Анжела, что ты будешь? Хочу зеленый глазик. Глазик? На. Видимо, очень вкусно. Давай ты вот это. Вот это. Все наелись? Вау! Веселое у нас чаепитие получается. Кто-нибудь еще? Печенька у нас есть с привидением. На, Бека. Будешь по цвету и глаз. И паук. А я буду пауком. Ты хочешь паука? Джинджер, на. Ты уверен, что ты его хочешь? Уверен. Джинджер. Он на тебя смотрит. Тебя это не смущает? Ладно, на. Супер, завелся. Блин, Анжела, как ты могла остаться голодной? На помидор. Видимо, тебе не понравились эти все десерты. Ладно, все, все довольны, все сыты. Идем на чердак. Пора почитать историю перед большим боем. Куда пропадают трусы? Хорошее название, я считаю, для истории. У одного мальчика постоянно пропадали трусы. Вечером он их бросает куда-нибудь аккуратно, а утром найти не может. И вот за это и в угол ставили, и ремнем били. Нормальное воспитание. Че за ремнем били? Дебилизм. Но трусы у него все равно пропадали. Каждый месяц мама после зарплаты шла в магазин и покупала сыну 10 новых трусов. Как-то раз мальчик просыпается среди ночи, смотрит, а под его кроватью сидит большая рыжая Моли, жует его трусы. Мальчик спрашивает, зачем ты ешь мои трусы? Моль отвечает, ниточки добываю. А зачем тебе ниточки? Сделаю из них веревочку. А зачем тебе веревочка? Сделаю из нее лесиночку. А зачем тебе лесиночка? Поднимусь на небо, там моя мама с папой в раю живут. Я по ним скучаю. Мальчик пожалел Моль, разрешил ей дальше жевать свои трусы. Прошло больше месяца. Мальчик опять просыпается ночью, смотрит, а за окном висит веревочная лестница. Ага, обрадовался мальчик. Моль сделала свою лестницу и поднялась в небо. Решил тогда мальчик тоже залезть в рай ненадолго. Вылез он в окно, полез по лестнице, ползет, ползет. Очень долго полз мальчик по лестнице. Сначала город под его ногами был похож на бескрайнее море. Потом это море превратилось в озеро, потом в лужу, а потом в каплю. Ползет мальчик в черной пустоте, не видит ничего вокруг себя. Даже звезд на небе и то нет. Тут лестница внезапно оборвалась. И мальчик вместе с ней полетел вниз. Падая, лестница сложилась в большую кучу. Мальчик мягко приземлился в нее. Из подъезда выбежали родители, увидели большой моток веревки. Они поняли, что это веревка из трусов, но решили, что это сделал мальчик. Тогда они заставили мальчика из этой веревки взять себе новые трусы. Сначала у мальчика плохо получалось вязать. На одни трусы у него уходило две недели. Потом он стал вязать быстрее и мог за день связать себе двое новых трусов. У нас тут что, летучие мыши летают? Мальчик пять лет сдал себе трусы, но куча веревки не уменьшалась. Потом мальчику пришла мысль заглянуть в эту кучу. И в ней сидела большая рыжая маль и жевала трусы, превращая их обратно в веревку. Вот такая вот история, хочу я вам сказать. Получилось у нас сегодня про трусы. Мне кажется, именно так родился хоть один на свете бренд нижнего белья. Виктория Сикрет, например. Может быть, они тоже вместе с малью что-то промышляли. Я не знаю. Ребят, смотрите, у нас тут летучие мыши летают. Вы их вообще видели, они прикольные. Вы можете их не есть, потому что один раз один китаец съел летучую мышь и весь мир страдает. Договорились? Хорошо, не будем. Ладно. Все, идем. Приветствую вас, игроки. Они здесь. Здравствуйте еще раз. Вы пришли к нам к заданиям? Именно так. Хорошо. Мы готовы его выполнять. Выберите любую фигуру. Ну, конечно же, я выберу. Выбираем зонтик. Зонтик? Нет, Бека, зачем ты выбрала зонтик? Ты не понимаешь, что ли? Ты с ума сошла? Зачем ты выбрала зонтик? Ну, так на улице дождь. Вдруг он нам поможет? Бека, что с тобой? Из-за тебя теперь нам придется... Ты не представляешь, что делать. Ну, хорошо, я буду вырезать тогда зонтик. Из-за того, что выбрала эта Бека, но вырезать-то придется мне. Итак, ребята, вот он наш зонтик. Надо будет супер аккуратно это все делать. Я постараюсь. Я очень постараюсь. А! Я съехала куда-то. Это очень сложно, реально. Это капец как сложно, потому что съезжает постоянно бегунок и получаются непонятные линии какие-то. Главное, чтобы это все горело зеленым. Если начинает гореть красным, то можно сказать, я проиграла. Еще можно его нечаянно поломать, его можно нечаянно отломить. Я максимально сосредоточена. Я даже не знаю. Я даже не знаю, когда я... Ау! Последний раз была такая сосредоточенная. Вы понимаете, что сейчас я подобралась к самому сложному? Я не знаю, как это пройти. А! Я не знаю. Я прошла, не прошла вот эту штучку. Вот эту вот штучку. Блин, блин, блинский. Я почти, почти, почти. Но еще не совсем. Осталось немного. А! Я прям заехала на зонтик. Я не знаю, зачем я это сделала. Как он не треснул? Я не знаю. У меня должен был отвалиться кусок. Боже, это самое сложное, что я когда-либо делала. Тихо. Вот так, вот так, вот так. Тихо. Блин, я постоянно съезжаю. Зонтик это самое сложное, что можно было выбрать. Но, кажется, у меня почти получилось. Осталось его достать. Оп. Еще. Оп. Главное, чтобы попадало на зеленую, когда я его достаю. Потому что иначе все накроется медным тазом. Все наши старания. Это сложно. Но можно. Да! У меня есть зонтик! Боже, это было самое сложное задание в моей жизни. Неужели мы справились? Как ты догадалась выбрать зонтик? Но! Мы прошли. Даже все монстры перенервничали. И захотели спать, хотя спали вот буквально секунду назад. Кошмар! Мы прошли ваше испытание. Поздравляю вас. Мы прошли испытание. Мы прошли его, да? Вы не жульничали? Не жульничали, вы же все видели. Хорошо. Скоро мы подготовим новое испытание. И вы сможете выиграть главный приз. А какой главный приз? 5 миллиардов золотых монет. Сколько денег? О, вы понимаете, монстр, что я могу сделать супер безлимит? Вообще здесь в игре все мы выиграем. Да, мы готовы с вами играть. Ждем от вас следующее задание. Отлично. До встречи. Все, они ушли. Или сказали, что вернутся к нам со следующим заданием. Отдыхайте. Мы прошли это испытание. Это было очень круто. Джинджер, ты перепутал постель в другой стороне. Фу, я надеюсь, вам понравилось это видео. Я не знаю, с какими испытаниями они вернутся. Но вариантов, конечно же, масса. И один страшнее другого. Посмотрим, как будут развиваться события. И удастся ли нам выиграть огромную сумму денег. И загнать ее в говорящих друзей. Это будет круто. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока.